В Москве почти две тысячи балерин. Каждый месяц балерине нужно пять пар главной балетной обуви – пуантов, а преми-балерине не менее 30 пар. Износ пуантов велик, ведь за один спектакль артистка балета пробегает примерно 11 километров. Получается, что балерине требуется ежегодно несколько сотен пуантов. И самую лучшую балетную обувь в мире создают в Москве – в этом здании. Вот уже больше 20 лет фабрика «Гришко» производит лучшие пуанты и балетные пачки в мире. Этот русский бренд знают все мировые балерины. В Чехии пуанты называются не иначе, как «Гришковки». Американские, японские, английские, итальянские театры готовы несколько месяцев стоять в очереди за московскими пуантами. Все потому, что каждый пуант создается вручную по уникальной технологии, разработанной русскими учеными. Но в чем секрет этой технологии? Почему за московскими пуантами балерины месяцами готовы стоять в очереди? Как создается сценическая балетная одежда – пачка? Чтобы узнать это, мы побываем на самой знаменитой в балетном мире московской фабрике. КОНЕЦ 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 один из самых важных этапов для балерины снятие мерок в балетном мире существует специальный человек который знает все тонкости правильной мерки и подборки пуантов такой человек называется фильтр нужно знать тонкости не только общей технологии а то что еще требует балерины поэтому здесь важно знать какой танец танцует балерина как она будет танцевать какая партия и связи с этим подбирается пуанты сначала ступня балерины обрисовывается на листе бумаги затем ножка измеряется по двум параметрам длине и полноте от точности измерений зависит выбор пуантов балетная обувь подобранная неверно может нанести балерине серьезную травму ведь когда она приземляется после прыжка на кончике пальцев ее ног приходится нагрузка в 110 килограммов если туфелька не возьмет на себя по конструкции удар то этот удар пройдется по всем косточкам балерины вплоть до шейного позвонка минимум раз в год каждая балерина проходит процедуру обмерки своей ноги стопа деформируется уже где-то после 25 27 лет согласитесь что это совершенно еще молоденькие девочки вот и естественно они где-то вот ну раз полгода точно просят что-то изменить подкорректировать потому что особо так вот обувь не перевернешь вот ну под стопу просто корректируем у ант состоит из 50 деталей и пяти видов ткани первый этап изготовления пуантов это создание подошвы пуанта или как говорят на фабрике не за туфлики подошва делается из кожи крупно рогатого скота это не прессованная кожа это цельная кожа вырабатывается специально для подошв для пуанта чипрак это кожа со спины коровы либо быка чипрачная часть из нее кстати в риме делали доспехи большинство патрицы всадников они носили доспехи и щепрака на этом аппарате вырубаются детали низа это делается с помощью специальных резаков на каждый размер свой резак всего их на фабрике 17 учитывая что обувь парная соответственно все детали должны вырубаться в паре по толщине по свойствам по плотности по ворсистости и так далее после вырубки детали низа передаются на этот аппарат где с помощью горячего тиснения наносится главные опознавательные знаки размер торговый знак и надпись сделано в россии здравствуйте девочки готовы вместе 2 2 3 так вместе Джоичка раз так стою ночь а в это время в другом цехе мастера сценического костюма уже раскроили лучший английский тюль чтобы начать шить балетную пачку она плотная и форму держит вот собираешь ее она не висит ничего но это тоже нам со временем любой тюль обвисает но по крайней мере он первоначально держит форму пачка состоит из девяти слоев ткани длина каждого слоя 5 метров чтобы получилась юбка нужно собрать тюль в сотню складочек размером по три сантиметра мастера не делают никаких замеров каждый сантиметр они знают на глаз после того как все девять юбочек готовы их нужно правильно сшить чтобы пачка была пышная и не спадала во время танца пачка пока не обладает главным своим качеством жесткостью это превращение еще впереди столбик На фабрике пуантов тоже пришла пора кроить ткань. Правда, в отличие от пачки, на пуанты идет пять видов различной ткани. Специальные ножи позволяют кроить сразу 60 слоев. А это тканевый торт высотой почти 10 сантиметров. Ткани используются натуральные, с высокой степенью воздухопроницаемости и с высоким показателем гигиенических свойств. Для создания главной детали пуанта – коробочки – используют джут. В балетной обуви почти все подчинено одному критерию – прочности. Джут используется только из-за того, что это прочный материал, который создает каркасность и, можно сказать, это арматура в коробочке. Единственная непрочная ткань – это атлас, или, говоря профессиональным языком, корсетная ткань. Из нее скроен верх пуанта. Но здесь важен совсем другой критерий – красота. Полсотни лет назад все пуанты были розовые, современные – персиковые. Выбор этого цвета – тоже находка фабрики Гришко. Учитывая, что коробочка ответственной детали собирается с многослойного пакета материала, то носочная часть получается массивной. А вот именно корсетная ткань такого оттенка скрывает массу обуви, вот носочной части пуант. Есть еще один секрет производства пуантов – нанотехнологии. Стопа балерины во время интенсивных занятий за первые три минуты выделяет 6 граммов пота. Мы ткань, которая находится внутри пуанта, мы эту ткань обрабатываем наночастицами серебра. Серебро дезинфицирует внутреннюю часть пуанта и спасает ножку балерины от бактерий. После того, как весь материал подготовлен, ткани попадают в швейный цех, где превращаются в тряпичные тапочки. Их сшивают наизнанку. Поворачивать и создавать прочную балетную обувь пуанты будут совсем другие мастера. Превращение мягкого тюля в жесткую пачку – это особое волшебство. Когда мастера сшивали 9 юбочек, на одной из них они оставили что-то вроде тонкого кармана по всему периметру. Пришло время рассказать, для чего он нужен. У нас есть один слой, где мы настрачиваем полосочку и туда одеваем стальку. И она, в общем-то, эта сталька держит форму круга, и пачка не падает. Получается, что слой с обручем находится ровно посередине. Над ним 4 слоя ткани, и под ним столько же. Еще одно обязательное условие – все 9 юбочек должны быть разной длины. Пачка готова. Но пока это лишь репетиционный вариант. Чтобы она обрела статус сценического костюма, нужен еще один слой – нарядный. Лицо. Лицо. Па. На фабрике пуантов до финального украшения еще далеко. Сейчас время варки клея, созданного специально для пуантов. Он состоит из натуральных компонентов, поэтому практически съедобен. Входят в состав клея мука, декстрин. Декстрин представляет собой промежуточный продукт крахмала и дополнительный компонент в виде стабилизатора. Поскольку декстрин на фабрике используют кукурузный, то специалистами отслеживается, где выросла кукуруза, из которой сделали крахмал. Какие были метеоусловия. Все это влияет на клейкость. Куанта относится к специальной области, соответственно, и клей был разработан специальными требованиями. Первое, значит, клей варится долго, в течение 3-4 часов после замешивания. Этот процесс, готовность этого клея клееварщицами определяется органолептически. Затем, только уже инструментально, на особом приборе. Клей должен обладать еще одним немаловажным свойством – не застывать в течение 45 минут. Именно столько времени нужно мастеру, чтобы собрать главную деталь пуанта – коробочку. Всего на производстве трудятся 70 мастеров. За 8 часов каждый мастер создает 9 пар пуантов. В год фабрика производит 300 тысяч пар пуантов. Когда анкетируем мастера, когда он приходит, один из вопросов, чем он увлекался в детстве. И спрашиваем, если он сам не написал, некоторые стесняются, лепил ли он из пластилина, любил ли он лепить из пластилина. Если любил лепить из пластилина, больше шансов, что он справится хорошо со своей работой. Если он занимался, не дай бог, скульптурой, это 100% будет элитный мастер. 50 мастеров на фабрике – слабослышащие люди. Они считаются лучшими работниками. Такие специалисты иначе ощущают балетную обувь. У глухонемых потеря слуха компенсируется хорошо развитыми тактильными навыками. У них очень хорошо, они ощущают объем, пространство. А тот, кто делает пуанты, он должен это чувствовать. Научить это механически невозможно. Нужно призвание. Первый этап сборки пуанта – один из самых магических. Сборка коробочки. Здесь мастер должен применить все свое умение и многолетний опыт. Коробочка собирается из шести слоев тканей. Два слоя бязи отбеленные и четыре слоя мешковины. Разные плотности и разных размеров. Создается ступенчатая сборка, чтобы не было переходов, плавный переход. После сборки, после подготовки деталей, необходимой для коробочки, мастером промазывается послойная каждый слой. Когда коробочка сформирована, специальными прочными нитками сшиваются детали низа. И тогда в работу вступают уникальные зеркальные молоточки. Это особый инструмент, который применяется только при производстве пуантов. С их помощью создается абсолютно гладкая, ровная поверхность. Чтобы на корсетной ткани не было ни зацепок, ни каких-то порезов и так далее. То есть это инструмент специальный. Опять же, это специальные инструменты, пробойнички. И даже включая то, что мастер сидит на липке. То есть не на стуле, не на стульчике, а на липке. Липка – это специальный кожаный стул без спинки. Был создан в Италии в 18 веке для обувных мастеров. Финальный аккорд работы мастера – это баланс. Каждый пуант должен свободно стоять без помощи балерины. Каждая пара изготовленных мастеров балансируется, ставится на пятачок. То есть это имитация движения балерины в конечном итоге. Размер пятачка пуанты – 2,5 квадратных сантиметра. Это почти в два раза меньше спичечного коробка. Чтобы создать пуанты, нужно совершить 111 технологических операций. Соединить 55 деталей. Многие иностранные фирмы решили упростить производство и стали делать коробочку пуанта из пластмассы. Но такая обувь не сможет запомнить форму стопы балерины. Российские балетные туфли обладают таким уникальным свойством. Став влажной, туфелька запоминает форму стопы балерины. Когда туфелька высыхает, она остается такой формы, которой она была влажной. Балерина, одевая ее второй раз, она одевает уже слепочек со своей стопы. Именно поэтому в процессе производства пуанты не делятся на правый и левый. Для того, чтобы пуанты были готовы к выходу на сцену, остается два дня. А пачки, которые создавали на наших глазах, нужно всего несколько часов, чтобы стать сценической. Осталось расшить ее пайетками и стразами. Для этого на производстве есть специалист, который придает блеск английскому тюлю. Тончайшие нитки и иголка. Блестящие украшения. И пачка становится нарядной. Самое время отправлять готовые пуанты в печь. Их будут запекать в этом духовом шкафу при температуре 45 градусов в течение 12 часов. И ни минуты больше. Иначе клей превратится в обыкновенное печенье. После печи пуанты должны выстоять при комнатной температуре еще 12 часов. И балетные туфельки готовы. Чтобы изготовить пуанты, понадобилось три дня. Но век пуантов недолг. Почти как у бабочки. Не больше месяца. Я всегда с болью сердца смотрю, как умирает туфелька. Это такое, они же живые. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...